Некоторые жители нашей республики неожиданно для себя обнаружили, что часть их земельных участков находится в охранной зоне. Теперь за квадрат размером 4х4 они несут ответственность и могут быть даже оштрафованы, если не будут соблюдать определенные требования. Как это получилось, разбиралась наша съемочная группа. Этим земельным участком Николай и Тамара Краснова владеют уже не первый десяток лет. О том, что участок какой-то особенный, Чита знала всегда. Ведь в середине двора у Красновых красуется довольно большое железное сооружение. Эйфелева башня, как в шутку называют ее местные жители, ничто иное, как государственный геодезический пункт. Необходим он для проведения геодезических и картографических работ. Таких пунктов в республике насчитывается более 1700 штук. Их обследованием и учетом занимается управление Росреестра по Чувашской республике. В этом году специалисты ведомства приступили к установлению охранных зон на тех участках, где обнаружены пункты геосети. Росреестра проводит обследование пунктов государственной геодезической сети. Пункты у нас, как правило, располагаются в полях, на землях лесного фонда, иногда вот и как здесь, на частной территории. Всего на сегодняшний день нам удалось уже осмотреть более 600 пунктов геодезических. Здесь трудность заключается в том, что люди из-за незнания иногда спиливают наружные знаки. То есть у многих пунктов наружных знаков попросту нет. То есть если здесь мы, например, видим многоуровневый сигнал, то некоторые пункты найти без специального геодезического оборудования даже не представляется возможным. И вот чтобы этого не происходило, мы, кадастропалаты, сейчас устанавливаем охранную зону этих пунктов. И, соответственно, вносим эти сведения в единый государственный реестр недвижимости. С момента установки охранной зоны владелец участка должен соблюдать определенные требования. Он должен обеспечить свободный доступ к геопункту, охранять его от разрушения. Он не может без письменного разрешения проводить какие-либо работы на своем участке. Если это может повлечь разрушение или уничтожение знака. Как утверждают специалисты Росреестра, узнать об установлении охранной зоны можно несколькими способами. Заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости, посмотреть в личном кабинете или на публичной кадастровой карте на портале Росреестра. Участок под пирамидой уже готовят для включения в охранную зону. Как утверждает хозяин земли, он, как и прежде, будет заботиться о сохранности геодезического пункта и всегда открывать свои двери кадастровым инженерам. Дарина Игнатьева, Марина Иванова, Игорь Зверев, Республика.